На горючке нужно добыть и дотянуть. Полный киревой колодец воды. Прихорашивается, а то вдруг некрасиво и отшлюзуется. То ли оно разрушенное, то ли оно строящееся. И они все начинают шухер-шухер-шухер-шухер-шухер. В соседний аккумулятор переливается вода. Если мы вот такой трос прижим, то вот надо еще не оставиться. Нам сейчас важно уместиться. Смотрите, вот на табличка. 10,5. А у нас высота 10,5. Всем доброе утро. Мы ночевали на якоре. Нет. Тьфу-тьфу. Боюсь сглазить. Мы не сломались. Просто нужно долить масло. Сальник вала. В коробку, блин. Сальник вала. Ну вот, видите. Оно вытекает через сальник вала. Да, оно вытекает. Но ты же говорила, что вытекает из сальника. Значит, удалить сальник. В коробку вала. И мы решили сделать это заранее. Сальник вообще не к черту. Мама, дочь, 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 дочь. Вообще масло себе выпускаешь. Мама, дочь, дочь. Мама. Вот в таком чудесном месте мы ночевали. С утра, при хорошей видимости, оно выглядит совсем по-другому. И мы разглядели вот этот знак с таким вот кругом. Честно говоря, не знаю, что это за знак. Может быть, какое-то место для разворота. Но по Навиониксу здесь отмечена якорная стрелянка. Сегодня тоже обещали дожди. Но пока сухо. Видите, заканчивает менять масло. В коробке вала. И отправимся дальше. Нас ждет верхний свирский шлюз. И сегодня, если повезет, пройдем по Негу. И войдем в Удегу. Ты куда пришел, а? Олежка. Идет. Я тут. Идет, иудет. Ты тоже хочешь тут? Ты же без пазжилета. Ну, сиди, пока я здесь. Холодно? А чего пришел без куртки? Пойдем, оденешься, и потом выйдешь. Что, свежим воздухом дышишь? Вот так вот, мимо нас, всю ночь курсировали баржи. Но особо, на самом деле, они из комфорта не доставляли. Они идут достаточно тихо по сравнению с автомобилями, которые ездят по дороге, отделенной от воды, наверное, 10 метрами земли и пара деревьев. Вот буквально за этими первыми деревцами пролегает дорога, по которой очень громко ездят грузовики. Похоже, что тоже лес возят. Вытягиваем якорь. И собираемся дальше. Вытащим якорь. Вот так вот у нас якорь. Нороду журкам. Здесь какое-то грандиозное сооружение. Строится, что ли, не пойму. К которому даже баржи пришвартовываются. Ночью мы его вообще не видели. Я видела только огонь вот этого крана. Думала, здесь просто кран стоит на краю. Как-то всё мы видели только утро. То ли оно разрушенное, то ли оно строящееся. Честно говоря, я не пойму. Мы вышли на снова ход. Я утеплилась. Но надо будет сапоги одеть. Сапоги лежат. Я шлёплю. Многие сейчас завязнут. Потом весь день не отогреются. Катарная бортом на одежу ворку. Желает катарную. Нефтеналивной танкер. Волгодон. Далеко же вы от Дона, друзья, забрались. Дождь усиливается. Впереди ещё одно судно. Если не ошибаюсь, по цвету напоминает лесовоз. Они все выкрашиваются в зеленые. Большинство, по крайней мере. Это наше наблюдение. Смотри, у него такая рубка интересная. На трубе. Как-то мало он места везёт. Да. По суперзгутом. Ага. Рата? Да. Но я ещё не наступлюсь. Да что ж, у них там гнездо, что ли? Ведь шлюза выпустили. Да просто что-то такое интересное. Не похоже на создательную борт. Может, паром? А куда он приходит? Там есть какое-то место для приёма паром? Много центра машин там. А, ну, может быть, и паром, слушай. Знаете, у нас там сейчас расходится с зеленым футовозом. Ещё одна синяя барда. Активная движуха. Современные паромы, мне кажется, уже не поверёг. Порезная отбивка. Нет, ну, прикиньте, этот судовой ход очень активный. Так что приятнее. Ну да. Вот я помню старые черно-белые советские фильмы, где они переправляются на пароме, и они все начинают шухер-шухер-шухер-шухер-шухер-шухер. Я на пароме только в уголе переправлялась. Не, вроде двигателя не мог. Да, двигателя не смешивее. Таких больших, это, по верёвкам. Мне кажется, если мы такой просклижимся, то вот надо ничего не остановиться. Нет паром. Вот какая там пробка на паром. А что, с той стороны, посмотри, тоже он стоит. Ну, привет. Синяя баржа постепенно приближается. Здесь очень красиво. Опять каминистые берега. С еленю. Впереди нас тоже баржа. Куча бурёв. Дождик вроде стал поменьше, но всё равно есть. Солнечные панели много, конечно, не выработают в такую погоду. Они через тучи солнца видят, панели? Что? Наши солнечные панели через тучи. Ну, совсем мало, но да. Ну, в общем-то, у нас мотор работает, так что несёмный вагон. Ну, это да. Судя по различным трубам, вышкам и так далее, мы приближаемся к шлюзу. Мы сейчас проходили по ровную переправу. Там жуткие очереди с обеих сторон. Конечно, мост решил бы проблему. А на той стороне Показывается только горы у нас и болезнь. Мы приблизились к железнодорожному подпорожскому мосту, под которым мы должны вместиться без разведения. Нас крутят просто. Мы постоянно проектируем курс. Крепче держишь. Течение здесь прямо вот оно с завихрениями. Десять половина метров, смотри. Сколько? Десять пять. Здесь сам диспетчер передавался 13 метров. Ныне с ним. Так. На мосту написано, что высота его 10,5. Диспетчер нам сказал, что 12. Ну, не нам. Еще и не нам. Да. Дождик вроде прекратился. Сейчас будем... Я стою, поеду. Я стою, поеду. Да, вот едем я прям. Могу сейчас спать. Пошли в сторону. Ха-ха-ха. Попробуем прижаться правее. Это с мостами оттуда? А? Откуда связывались? С мостами связывались. Нам сейчас важно уместиться... Смотрите, вот на табличка. 10,5. А у нас высота 10,5. Плюс антенки. Что там у нас? Ветроуказатель? Ага. Возможно, придется с ним попрощаться. Мост. 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 Проходим. Проходим. Нам повезло сегодня. У меня воды не так много. А могли бы не пройти. Мост, конечно, футуристическое такое впечатление пройдет. Сейчас мы будем расходиться... Спаржей позадь. Не хочет он... Идти за нами. Попросил подвинуться. Ему с нами неинтересно, мы медленные. Ну да. Потом еще сдать нас на слезу. Ну конечно, да-да-да. Витя проверяет на Виониксу, насколько мы можем отклониться от фарватера. Он бы хотя бы ускорился, что ли. Я-то ее мое. Иду по краю фарватера, а отходить на вас золоси. Рад бы не попал в течение. Хорошо. Рад бы до течения не попал. Ага. Здесь сильное течение встречное. Мы снизили скорость до минимальной, до минимально управляемой, чтобы Пазаль все-таки смог нас обойти, так как дали повороты с сильным течением, в которых не хотелось бы оказаться рядом с ним. Стройки. Мы приемли. Мы в автошку. Нет, Пазальт поднимает. У них женщина на борту, он разговаривает. Я думала, женщины на корабле не берут работать. Берут, конечно. А? Берут, конечно. Пить. Мы что, встаем за Пазальтом, его телеваторную? Будем догонять и обгонять. Ага. Нам дали добро на шлюзование. Шлюзоваться будем вместе с Базальтом. В принципе, это хорошо, значит, не придется ждать. Мы еще ни разу не шлюзовались с другим судном. Витя готовит кранцы. Они в гости, чтобы Базальт впереди идут? Да, конечно, я им сказал. Ага. Будем надеяться, что Базальт хорошо привяжется. Нас не разданут. Здесь какой-то... ...фуксир... ...с платформой прошел. Это даже второй состав кранцев, состоящий из старых кранцев. Мы их будем подвешивать по мере необходимости. Прихорашивается, а? А то вдруг некрасивые отшлюзуются. Чего они ведь? Нижний Новгород и шлюзовался. Ага. Сейчас, по-дальше, наше, чтобы он подавался. Пока вот такой вот цикольчик упал, знаешь? Нас пригласили в шлюз. На 13-й, да, сказали? Да, пока да. Не на 12-й. Сливый число. Уже об этом я не подумала. Так, где 13-й Рим? Самый первый раз будет. Самый первый после ворот, да? Да. Вижу. На другой стороне тоже что-то такое, да? А у нас жопа влезет? Поддержим, я заберет. А не, а влезет, не облезет. Поближе? Да, все, не облезет. Не урони. Не сильно, а близко, Виктор. Виктор. Делать тише, Виктор. Ближе? Да, где будет. Все, не трай. Да, не трай. Крайцы. Так, протягивайся. Как ее мое. Поповайся. а впереди еще нижний новгород стоит да, отборный крюк нам достался в ладейном поле из раскопок возможно, петровских времен так, водичка пошла мы стоим последними поэтому, чтобы выйти, сначала дождемся, когда выйдет Нижний Новгород потом базальт, потом мы Витя! О, Итка! ты что, ты так долго расчесывался, прихорашился, бороду укладывал? она у него из-за ворота на Непроме все время в обратную сторону торчит вот, Витя закомплексовал опять и начал поворачивать в нужную вот все, что осталось от высоченных ворот олег провел перекличку установил, что все родители тут сейчас нас будет качать рано ты у меня отпорный крюк забрал что это, на стенку навалились? да я вижу мне кажется, не рано сильно это выходить пошли ну я мало вперед ну я мало вперед, да Олег, уйди дать еще а? да как-то, блин, Витя, некомфортно так летит дай еще сейчас аккуратно, вон у тебя под ногами кранец, кранец, кранец подвернулся ну а? 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 ооо! дай к relevance Ты весь обзор загородил, давай компактнее как-то встали. Во, во, отлично. Смени меня капюшон, пожалуйста, мне он мешает. Снять? Да. Что, может подадим газку чуть-чуть? Капитан дал газу. Ну давай, Витя, в привилах разумного, а там сейчас базальт будем таранить в жопу. Что там кораблики наверху? Причем парусы. Причем парусы. Смотри, какие штуки. Да, Витя опять расчесался. Витя, все будут думать, что за такой весь главурный. Красиво здесь, природа потрясающая. Здесь мы планировали ночевать на якорной стоянке. Вот здесь стоит несколько барж. Но до сюда мы не дошли. Здесь какой-то у них порт местного значения. С полузатопленными кораблями. Не знаю, видно или нет, мы пока держимся за Нижним Новгородом и базальтом. Что всем надо делать? Олег, ты что, заходишь? Мы в Батюшево не замолчила. Вот как мы работаем. Мы людям, наверное, не тридцать. Второй состав транспорта, Олежка не спавший, все как не случилось, здесь шикарнейшая природа, но очень пасмурно, впереди явно дождь, баржи скрылись и взвели за поворотом, нам, конечно, с ними скорости не бегаться, идем потихоньку, кто есть, кто нет, будем надеяться, что больше часа времени его будет все-таки нет. Здесь сейчас проходим какой-то дачный поселочек, а может быть просто поселочек. Круто иметь дачку на берегу, какую-нибудь крючки. По своим маленьким крючкам. Видя ищет точку для нашей остановки на ночь. Опять погибло. на горючке нужно добыть и дотянуть. На этой? А хватит? 60 литров осталось. Людей, да, сейчас, до места, где сможем остановиться, там хватит. Людей. Грамма зальем, двадцатку. Еще 40 литров мы останемся до ОНЕГИ, но там в данном день пути. Должно хватить. Ну, до Вытигры. На Вытигры, правильно, на реку? Да. Ну, там по ОНЕГУ проходим там. За спиной у нас гроза. И ощущение, что она идет за нами. На горизонте там беднеются кормы. Барш. Базарки, Нижний Новгород. Мы их чуть догнали после поворота. Ну, не догнали, просто и стало видно. Да, сегодня у нас в новом пакетах. Смотрите, как там прямо. Что там происходит? Завекрения какие? Торнадо практически формируется. Витя, иди сюда. Смотрите. Итак, у нас ливень. У меня, ребят, нет сейчас руку, чтобы одеть наушник, чтобы он был у меня лучше слышен. Пришла полоса дождя. А у нас все пошли обедать. Я одна на управлении. Дождь жесткий. Я, в общем-то, в Неброме. В резиновых сапогах. Промокают только руки. Здесь Торелеп строят. Гвозика такая. Я вот сейчас увидела створ. Кому он? Не знаю. Я шла не по нему, я выведена. Впереди вроде белые. И там не то створ, не то не створ. Не видно ничего, ребята. Да, здесь, где-то. Постоянно. Идем, что называется, к прибору. Вон там два красных буя я разглядела. Не затянула я манжет на рукаве. Опять капли до самого пластей повезли. Поотекли на рукаве, на руке, которую держу камеру. Наконец-то пришла моя очередь обедать. Я сняла на верхней курке в Днепром. Под ним я еще. Еще в одной курке. Был. Дрюшак. Дрюшак. Был. Дети в Копу не боится. Теперь пошел по путь Витя. Нас догоняет какой-то судонышко. Непонятно. Вот такое судно нас обходит. Я перекусила. Сменила видео на хвосту Здесь начала какая-то движутка Вон, наверное, створ ставит Смотрите, перед ним прямо створ Там спиной стоит Какой-то шапон, но странный Наверное, этот створ Похожий на забор Некрасно Вон старая, чтобы полежать А сзади нас сейчас будет обгонять Какая-то шикарная моторная яхта По крайней мере, выглядит она с этого Расстояния именно так Мне неудобно разворачиваться К носу спиной Снимать напрямую Потому что я занимаюсь управлением яхта Поэтому могу обогнать мне так Волна поднялась Кидает от ресторана в сторону Сейчас еще будет волна этой Моторной яхты Потому что идет над хорошей скоростью Нехилая суденушка, да? Да, да, как он не сюда вешает Моторной яхты Нам навстречу идет лесовоз Нехарактерного, незеленого цвета Как он называется, Вик? А? Как называется? Волгопал Волгопал? Волгопал, 06 Да, 06 И вот куда-то Витя решил Распустить Вену Хочется добавить скорости Вроде сейчас встречи нету И достаточно широкое место Но при этом, что парусе Сейчас там загладит половину Псона И мою цистю few Парус Прибавил нам парус Хочется 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 Возьм Вете� Это хорошо Я стараюсь. Вот рождик так долго шел, что промозгли, я не знаю, промокли, даже не промокли, так как не промокли, а вот продрогли, наверное, так и правильно сказать, до костей. Мы как раз таки расходимся, спаржем. Находим в водоохранение еще. Чайка, что ли, на Буяльце? Чайка на Буяльце. Чайка на Буяльце. Чайка. 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 Красный. С той стороны вообще только красно-белого не видно. Там, как раз таки, по улице, что ты черное говорила, это деревья. Деревья Деревья? Похож на деревья Правда, тегаточков? Да, конечно Деревья, не знаю А здесь твой? Здесь Ну, короче, ничего, а для нас хорошее Деревья Дочка организовала чайок А по корме Впервые За весь день Поедется намек на солнечко Вплывы Понял Вклывы Вплывы Видишь ли чёрный? Слышно, что там подсекло. Где? Абонка? Короче, торчит из воды если выезд. Я на спорке ушел. Вот на черном, черном, возе. Требежание, которое вы слышите, создаёт. Как называется эта штука? Как эта штука называется? Крышка-люга. Не будет-то громко требежать. Что же мы дойдем? Видите, своим зорким взглядом, ещё какой-то объятный, или что-то такой, как вообще из воды, вот видите. У меня взгляд не настолько зоркий, но у камеры тем более. Сейчас попробую вам показать. Ну, это дерево. Причём там несколько, оно не одно, а там ещё сзади, ещё сзади. Ай. И ещё сзади. Видите, присматривает отверстие для ключеведа. Идет по-народу. Видите, это Бравару-Арунтель. Сзади в одну руку на Веронис, в другую руку. Курвал, яхты. Ну ладно, курвал, с этим грубо сказать. Курвал, даже в Оху, извините. И ведёт нас куда-то. Я не знаю, куда нас идёт. Пожаряю, что дорогу знают свои пять пальцев, поэтому. Куда проведёт, туда проведёт. Итак, мы прошли яицкий разлев. Сейчас будем сворачивать цвей. После вот этих вот буяй-вешек. И вон там какой-то посёлочек имеется. В этом посёлочке обозначено, что-то вроде яхты на стоянку. Посмотрим. Возможно, останемся там. Начевать. Кургласов вас разглядел. Ещё один. Один и Кургласов. И один. И ещё один. Да, рядом. На пляж. Кто будет здесь ходить, будьте осторожны. Не отклоняйтесь от фарватера. Стволы деревьев торчат. А хуже там, где они не торчат, а есть под водой. Сантиметров. Идите себе. От поверхности. К нам корму. Сквозь облачка свидет солнышко. Приятно. Потому что солнышко мы сегодня с самого утра не видели. Вообще никак, ни в каком виде. Идём по спине. На той первой стоянку, которую мы посмотрели на новости, мы залаживались в старе. Это, казалось, как маленький, чайчик. Вот это вот маленький кубик. Вот тот посёлок, да, кручей, который должен будет быть более крутым, чем глянущий. Но кажется, что он картушка. Картушка. Не, ведь здесь, мне кажется, всё-таки для таких мелких лодочек. Не, я вон хочу вот на эту синюю зону, а я когда бросить. А, ну давай попробуем. Глуши, глуши. Глушить? К ней привязано точно. Голубь, видишь, смотри, бутылка. Больше не видно бутылок? Больше не видно. Ну, значит, цвета сеть прошла. Точно есть. Мимо. Так истеченье туда нас, он сейчас на эти бутылки понесёт. Направляем. Да. Да, сетит, конечно. Я тебя прошёл проверить по нашему глубиномеру, что он скажет. Вот так, вот так. Вот этот палец, смотри. Ну, что? 4,5 метра падали. 3,5 метра. Здесь нужно 4,5 метра на свои верёвки выгибнуть. Хотела достать ветчину консервированную. А у нас здесь полный келевой колодец воды. Капец. Сейчас будем сушить яйца. Ну, там у нас банки, в общем-то, из-за такого только вот яйца. А вы, тебе ведь не попало в аккумуляторы? В аккумуляторе нет, нет. В них не могла. Ну, откуда аккумуляторы, посмотри, по-другому. Вообще-то там... В соседний аккумулятор переливается вода. О, тут видно, как папа откачивает. Ой, ты пошёл откачивать воду. Теперь, блин, этикетки всех консервов размокли. Я вот сейчас достала две коробки. Одна нормальная сухая, другая уже наполовину мокрая. А остальные вообще мокрые. Сейчас буду перекладывать куда-то яйца. Попробую из размягшей. Коробки. Там ещё две таких. Переложить все яйца в кастрюлю. Да, завтра будет омлет. Видимо, не только завтра. Ну, ты пошёл искать. Я нашёл. Ну, где? Подшибник гудрича чечёт. Прям течёт. Это как-то... Ну, на месте мы это не исправим, потому что у меня нет смазки, которая в этот подшибник набивается. А заткнуть мы как-то можем? Ну, вообще-то подшибник гудрича соединяет вал с водой. Блин. Сильно течёт? Ну, не капает. Ну, не капает, а там ещё лечка. Привет. А для исправления нужно будет яхту поднимать? Пожесть, товарищи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok